Мы собираем всю информацию, какую только можем себе позволить, по каким, по всем каналам возможным, об этих людях. Мы, во-первых, получаем обращение с семей военнослужащих, пропавших без вести или попавших в плен. Многие из них получают телефонные звонки или сообщения в интернете о том, что ваши родные находятся там, предлагают поехать забрать, выкупить и так далее. Но это провокационные, конечно, дела. Мы получаем информацию и от уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, поскольку многие люди обращаются к ней напрямую, а мы, перерабатывая эту информацию, оказываем поддержку семян таких вот ребят, которые попали в такую сложную ситуацию на Украине. Вот. По другим каналам получаем различную информацию. И эти списки, они находятся сегодня в тех органах, которые реально могут оказывать содействие. Это Министерство обороны Российской Федерации, это Комитет Международного Красного Креста. И есть обмен информацией между Татьяной Николаевной Москальковой и Лубенцом. Это уполномоченные по правам человека Рады Украинской. Они тоже обменились. Вот недавно состоялся обмен детишками, если смотрели по телевизору. Даже вот такие факты сегодня работают. Я еще раз говорю, что из Барнаула мы тут не можем заниматься конкретно. Но мы делаем все для того, чтобы подключить различные органы, различные структуры, включая международные организации, тому, чтобы произошел обмен либо пленным, к сожалению, даже для того, чтобы вернуть тело погибшего.